всем привет пришли мне с алиэкспресс щупы я их уже распаковал вот в общем то такие щупы на первый взгляд неплохие все очень нравится пока что немножко от такое ощущение кажется что данные щупы не совсем юнитишные вот они может конечно и юнити но не знаю от оригинала по крайней мере они отличаются так первое с чего начнем это щупы ну щупы марки юнити и не знаю судя по всему маркировка их аж 144 63 данные щупы отличаются тем что кончик у них очень очень тонкий практически как игла вот такие вот тоненькие щупы как иголка вот брал специально чтобы было удобно мерить смт компоненты в платах вот и там где очень плотный монтаж тоже им неудобно очень будет мерить ну точнее не будет а уже я пробовал вот очень такой такие неплохие щупики так сейчас посмотрим что они себе представляют в общем давайте начнем с того что как бы у них вот оригинальные щупы вот ну во первых у них вот такие вот простенькие заглушки ну может быть так и задумано хотя на алиэкспрессе я видел щупы такие тонкие вот с такими заглушками вот но жаба меня задавила и брать не стал второе отличие вот как видим справа у меня в руке оригинал и торец здесь закрыт здесь торцы открыты оба вот а здесь как видим в оригинале закрыт так ну ладно а во всем остальном сам сами щупы ничем не отличается вообще то есть полностью они один в один абсолютно один в один все надписи все 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 ну вот так вот переверну вот снизу оригинальный щуп сверху который другая модель вот ну вот так вот по внешнему виду кажется что все вообще идеально кажется что все они как оригинальные вот давайте теперь мы сейчас померим сопротивление данных щупов посмотрим как они себя покажут на приборе вставляем вот эти вот щупы вставляются очень легко оригиналы входит намного плотнее так ставим в измерение сопротивления и выбираем ома так это звуковая прозвонка у нас будет чтоб не пищало ладно а извиняюсь у нас вот так просто поменяем предел в омах так и замкнем щупы замкнем на кончиках ну вот как бы 0.29 ома то есть не нули так замкнем вот так по средине ну вот так вот 0.09 ома но так вот так теперь на концах замкнем тоже вот видите показания вот тут невидимо немножко двигаю и показания меняются в общем не есть год но по крайней мере то что не 0 это уже явно а давайте сейчас знаете что сделаем сейчас подключим вот такие вот щупы с крокодилами и просто померяем сопротивление данных щупов вот один берем красненький одели крокодил вот так чтоб он плотно был и красный с этой стороны так ну вот как видите 9 сотых ома теперь сейчас возьмем крокодил зацепим на кончик так вот так на кончик вот 0.19 ну вот я тут просто двигаю поэтому показания немножко скачет ну в общем 0.1 ома точно теперь то же самое со вторым цепляем сначала посредине и меряем ну так же так теперь цепляем это дело на кончик вот так вот кончик ну вот как видите показания почему то я не могу понять почему с этими щупами скачет то есть не устанавливаются на одном месте ну ну в общем вот так вот не ноль в общем не ноль щупы то неплохие но не ноль показывают сейчас мы вот так вот это дело все берем это дело мы выражаем мы это показывают касаюсь тоже сама ноль так теперь щупы входит плотно и замкнём ну вот эти вот тоже показывают 0.09, но эти показывают а ну в общем показания немножко ещё скачут по факту 0 0 ну скачет немножко 0.01 а те щупы четко показывают у них 0.09 стабильно есть не знаю как тут быть стоит ли по этому поводу париться ну я думаю надо будет потом я возьму что нибудь низкоомное и посмотрим прибавляет ли прибор от щупов или не прибавляет показания вот и уже будет видно померяю сначала на оригинале на крокодиле вот на таких вот коротеньких банан крокодил типа вот и уже дальше будет видно вот в общем у меня всё всем пока вот вот вот